Здравствуйте, уважаемые зрители! Не забывайте поставить лайк моему видео и обязательно подписаться на мой канал. Для меня это очень важно, никак не могу набрать тысячу подписчиков, поэтому, друзья, пожалуйста, подпишитесь. Сегодня мы с вами поедем в станицу Старочеркасскую и будем по ней гулять. Добраться до нее можно двумя способами. Первый способ это на автобусе маршрутном номер 232, который отправляется в начале каждого часа от площади Карла Маркса и стоит проезд всего 80 рублей. Автобус идет час в пути, но, к сожалению, на автобусе доехать не смог. Мимо меня автобус просто промчался, водитель посмотрел и не остановился, поэтому, знаете, водители есть мудаки на этом маршруте. Поехал я в итоге на такси, такси мне вышло всего в 500 рублей, в принципе, тоже недорого за 35 километров пути, поэтому, если у вас 4 человека, вы смело можете брать такси и ваша поездка туда обойдется вам, ну, недорого. Старочеркасска когда-то была столицей донского войска, донского казачества и носила название до 1805 года Черкасск. Представляете, это была столица, где базировалось войско, где было очень много людей и жили казаки донские. Можно погулять, есть 4 храма, 4 церкви, есть Старочеркасский и Фремовский монастырь, это как раз по нему мы сейчас гуляем. Здесь есть различные музеи, можно посмотреть быт казаков, как они жили, чем они жили, зайти обязательно в церковь, поставить свечку. Ну, церкви как церк, если вы любитель церквей, то обязательно заходите. Сама же Станица, конечно, на уровне, вообще удивляешься, что так может быть. И вот мое мнение, что Станица и деревня должны выглядеть именно так. Так, везде положен асфальт, везде положены каменные тротуары, все очень аккуратно, ровненько и очень приятно идти гулять. Местные жители тоже следят за своими домами, я бы даже сказал, что, наверное, какой-то код есть архитектурный у этих мест. И люди не загораживаются какими-то высоченными заборами, заборы деревянные, красивые. Даже домики подкрашены, цвет у них голубой, синий и белый. В принципе, все дома в этих цветах. Старые дома сохранены, они даже отличаются, эти дома, от наших домов на севере и на Урале. Здесь уже по-другому. А это мы подходим к Воскресенскому войсковому собору, тоже интересная судьба у этого места. Казаки когда-то стояли в Азове 4 года, отбили и у турков Азов, и стояли 4 года в Азове. Они поклялись, что если они выстоят, то они приедут и построят себе войсковой собор, где будут перед своими походами молиться. И вот выстояли они, вернулись к себе домой. За это время, правда, турки Черкасск захватывали и полностью разрушали. Собор изначально построили из дерева, потому что по указу Петра I строить каменные здания за пределами Санкт-Петербурга нельзя было. Но деревянный собор, как говорится, сгорел. Построили снова еще один деревянный, он снова сгорел, и тут Петр уже включился и разрешил построить каменный собор. Представляете, какая была высокая значимость этих казаков, что им было разрешено построить каменный собор. И даже Петр заложил первые кирпичи лично, есть об этом табличка. Интересно, что вся конструкция этого собора стоит на площади, на Майдане, и колокольня стоит отдельно. В те времена это было модно так строить. Колокольню использовали не только для звона, но и как тюрьму в какой-то период, а также как сторожевую башню. И там сидели воины, которые следили, смотрели за окрестностями, когда времена были тяжелые, и буйствовали какие-то разбойники или там бандиты. И смотрели по окрестностям хорошо, все очень просматривалось. Потому что никаких тут гор нет, поэтому просматриваемость очень хорошая. Вот видите, чудный домик такой, со ставнями, все очень красиво, очень вообще замечательно. Вообще сейчас, конечно, Старочеркасска это такой туристический кластер, который пытаются развивать, построены парковки для автобусов. Сама Старочеркасска стоит на реке Дон, тоже очень немаловажно. Можно подойти к реке, посмотреть какой это транспорт морской, что-то перевозят, причем очень много перевозят оказывается. Еще разбили новый парк, тоже на берегу. Парк большой, ну конечно, парк еще и расти и расти, деревья небольшие, зато здесь есть великолепная детская площадка немецкого производства. Знаете, в России таких детских площадок вообще немного, такую площадку я видел только, по-моему, у Галицкого в Краснодаре, в парке в Ивошнем, в очень красивом. Ссылка, кстати, сверху будет. Когда я здесь был, здесь вообще не было народу, меня это так сильно удивило, думаю, где люди, почему никто не гуляет. Но все это было построено, потому что летом здесь проходят различные мероприятия и фестивали казацкие. Поэтому летом народ сюда приходит, но вот в межсезонье, конечно, не сильно сюда люди едут. При этом были поставлены камеры, даже когда я гулял, камеры за мной смотрели, есть сцена. Это очень, кстати, неплохо для России, что такое происходит, что так развивают. Общепит, в общепит тоже есть 5-6 ресторанов я насчитал, все они в таком вот стиле казацком, я бы сказал, цены, конечно, не маленькие. Вот эта солянка мне вышла в 250 рублей, солянка была вкусная, все свежее, все отлично. И знаете, изначально я приехал, я думал, что я все обойду, наверное, там за час, но я ходил целых три с половиной часа. Вообще, конечно, получил большое удовольствие от этих прогулок. Зашел еще в церковь святых апостолов Петра и Павла. Именно здесь крестили атамана Платова, знаменитого, в честь которого сейчас назвали аэропорт. И вы можете сказать, наверное, что вершина атамана Платова, что в честь него назвали аэропорт. Но нет, на самом деле, это простой мужик, который родился в военной семье казаков, старообрядцев, и который дослужился до царского генерала. Представляете, очень, конечно, крутой мужик был, в различных походах участвовал, турков постоянно бил, города какие-то захватывал, успокаивал. Чеченцев, лесгинов, Емельяна Пугачева успокаивал. В общем, все серьезно было. Дослужился и вот такой след в истории оставил. Это к следу Булавина, который в Истане одел. В этом доме его, кстати, и убили. Можете почитать отдельно эту историю. Поэтому всем советую ехать в Старочеркасску. Здесь действительно очень здорово, и вам понравится. И можно ехать с детьми, можно ехать самостоятельно, одиночкой, парой, хоть как. Очень прикольно, и таких мест труси немного. Даже магнит новенький построенный, здесь классный. Он не такой, как везде. Какие-то графики нарисованы на стенах, и сам магнит внутри очень хороший. Но в итоге я обратно поехал, все-таки на 232-м автобусе. Тут он меня уже повез. Спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!